Тоже часто слышу на экспертном совете, что реклама влияет, реклама развращает, но реклама – она в отражении действительности. На заседании антимонопольной службы обсудили жалобы горожан на уличную рекламу. Жители Белебея возмутил рекламный баннер магазина «Миледи», на котором изображена женщина в белье. Видно, что человек заявляет, что это параграфический рисунок, но согласно нашим канонам и канонам общих человеческих ценностей, это является оскорблением, можно сказать, по нашему мнению лично, женщины. В обращении жителей отмечалось, что баннер находится на одной из заживленных улиц города. Ее видят как взрослые, так и дети. Рядом находится школа. Мнения экспертов о такой рекламе разделились. Меня лично это не оскорбляет, но я считаю, что можно произвести рекламу немного другим способом. Не обязательно демонстрировать именно белье, именно раздетую женщину. Усудить только потому, что женщина с какими-то открытыми участками тела – это сразу плохо. Какое-то выработать четкое правило, потому что нам, как рекламщикам, тоже очень тяжело. Как вот делать правильный вывод, плохая реклама или хорошая? Законом это не запрещено. Пока владельцу магазина рекомендовано убрать баннер с улицы, но за подобную рекламу предусмотрено и более серьезное наказание. За это предусмотрена административная ответственность, но могу сказать сразу, что если у нас это субъекты малого предпринимательства, то штраф на обычный накладываемый ограничивается предупреждением. Если это первый раз. Если это повторяется из раза в раз, то, естественно, там уже будет реальное наказание, то есть там реальный штраф на юридических лиц будет до 100 тысяч рублей. Какая реклама может оскорбить? И есть ли у нее этические границы? Мы узнали мнение уфимцев. Даже не знаю. Без понятия, если честно, никакая, наверное. В основном, наверное, у нас мало такой рекламы, которую я не замечал, по крайней мере, которая оскорбляет достоинство людей. Сигареты, порнография, которую молодежь видит, необходимо ее убирать, особенно порнографию. Никакой рекламы не считай оскорбительной. Для всего есть место, время, поэтому все продукты имеют право быть рекламируемы. Про контрацептивы больше всего. Не знаю, мне кажется, это как-то, ну, немного неприятно. Ну, ничего мне не может оскорбить. Верите, нет, в жизни очень многое видела. Не может однозначно. Как мы видим, нет однозначного мнения в этом вопросе. Одна и та же реклама может как оскорбить, так и оставить человека равнодушным. Пока ответственность лежит только на плечах рекламщиков. Глеб Безбородов, Андрей Шарыгин, городской телеканал ЮТВ.